Ну и пока мы смотрели сюжет об истории парадов, к нам в праздничной студии уже присоединился посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Добрый день. Здравствуйте, с праздником. Спасибо за приглашение и вас с праздником. Спасибо. Как и всех граждан Беларуси. Расскажите, впервые или встречаете 3 июля у нас в Минске? И как вам вообще атмосфера в городе? Ну, скажу впервые, встречаю. И вчера, как и сотни других гостей праздника, был во Дворце Республики. Я сегодня слышал выступление президента Александра Глёвича Лукашенко. И я думаю, для всех ветеранов, к которым он обратился вчера, для очень молодых людей, кто вступает в взрослую жизнь, для всех присутствовавших вчера и в зале, и кто видел этот праздник перед телеэкранами, это был, наверное, особый день, день эмоций, день сопереживания, подвигу и день осмысления роли Беларуси, современной Беларуси для своих граждан и позиционирования её на евроазиатской мировой карте. Ну, вот праздник действительно. Наш общий советская армия состояла из людей многих народов. Многие сражались за независимость, за победу. Сегодня Беларусь празднует нашу независимость. Сегодня был в этот день. 75 лет назад был освобождён Минск. Я смотрю на... Торжества, торжества подходят. Я вижу опорные вещи, именно как связаны с этими торжествами и с памятью 44-го года. Да, дело в том, что очень такой у нас масштабный начался марафон, когда, он называется, Беларусь помнит, когда люди в социальных сетях делятся своими историями, как у них в семье проходила война. Есть ли у вас фронтовая история? Я знаю, да, что ваш отец, герой той войны, он военный журналист. Вот у нас есть информация, он служил младшим лейтенантом в железнодорожных войсках на 3-м Белорусском фронте. Я знаю, у вас есть фотографии. Покажите, пожалуйста, расскажите вашу историю. Ну, я, во-первых, вам благодарен, что и ваш вопрос касается нашей семьи. И вот фотография моего отца. Он воевал на 3-м Белорусском фронте. Давайте я покажу эту фотографию. Он воевал на 3-м Белорусском фронте. Да, и дед моей жены тоже воевал на 3-м Белорусском фронте. Расскажите, какими историями личными о тех страшных годах делился с вами дед? Наверное, не будет каким-то новым шагом сказать о том, что фронтовики не очень любили вспоминать ту войну. Но отец попал после окончания училища железнодорожных войск по фронтовому циклу 9-месячной курсы младшим лейтенантом, командиром мостового взвода. На самом деле сложно вспоминать, потому что отца нет, но командир взвода жил на передовой 3 дня. И вот здесь я тоже нашел сейчас представления, которые в доступе уникального сайта Министерства обороны России. Все те представления, которые были оформлены в годы Великой Отечественной войны, сегодня в открытом доступе. И всех тех воинов, солдат, сержантов, офицеров, генералов и адмиралов, которые представлялись государственным наградом Советского Союза, вы можете по представлениям этих понять, каким был на самом деле масштаб этого подвига. И вот мы с вами и в последние дни, я тоже смотрю ваши программы, и говорим очень много об уникальной стратегической операции «Багратион», в результате которой вся территория Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. И вот мы когда говорим в дни праздника, понятно, что это особые эмоции, мы не всегда, может быть, задумываемся о масштабе тех переживаний, глубины тех страданий, горе, которое досталось и Беларуси, и всей советской земле. И, конечно, досталось воинам Великой Армии и солдатам Победы. Историю операции «Багратион» дело в том, что у нас буквально перед вами рано утром в студии была внучка Аркасовского, маршала. Я вчера виделся с ней на празднике. И было тоже значимо, что и уважение в Беларуси, в Минске к потомкам генералов и адмиралов, маршалов и простых солдат проявляется последовательно и очень отчетливо. Это очень важно и дорого. Ну и вот сейчас хотелось бы как раз задать немного нестандартный вопрос, поскольку и внучка Аркасовского была в рамках российского пристроя. И внучка маршала Лосика, и внук маршала Баграмяна вчера были в Дворце Республики. Я про это хочу как раз таки спросить. Как коллегу, вы же немного журналистом успели поработать, насколько я знаю. Подождите, я много поработал. Много поработали. Вот, тогда интересно ваше видение, ваше мнение, как сейчас нужно выстраивать работу СМИ по отстаиванию нашей исторической правды, истории, которую сейчас пытаются переписать. И те события, которые у нас происходят и на ближайших рубежах, которые сейчас уже реально шокируют то, что сейчас происходит. Когда запрещают советскую символику в странах, которые также воевали с фашизмом. Как вы считаете, как нужно выстраивать работу со СМИ? Вы знаете, это ведь те шаги горькие, которые не приемляют ни душа, ни сердце, но которые характеризуют общий мировой политический тренд так называемых западных демократий. И вот одним из аргументов по поводу того, что обязательно нужно этому сопротивляться умно, последовательно, с опорой на мнение фронтовиков, которые с нами сегодня. И с просьбой в адрес молодых поколений, чтобы они куда с еще большим уважением относились к анализу тех удивительных страниц и горьких, и радостных, и героических, которые характеризовали и 44-й год освобождения Белоруссии, и все годы Великой Отечественной войны. И вот в 200 метрах от этой студии, вашей такой легкой, красивой студии, находится трехэтажный немецкий ДОТ. И вот я разговаривал с некоторыми минчанами, которые мальчишками еще забирались в этот ДОТ, играли там в войну, а вот совсем недалеко, а здесь немецкий узел связи, и бомбоубежище рядом с Минским вокзалом. Это вот те следы войны, которые не выкорчевываются. И очень важно, чтобы они не выкорчевывались из земли, не выкорчевывались и из памяти. Памяти уважения, сострадания, сопереживания. Если молодые люди сегодня без всякой команды протягивают руку ветерану в прямом смысле слова, когда им нужно помочь перейти улицу, и в переносном смысле слова, когда нужно помогать ему в решении социальных вопросов, это уже один из важнейших шагов к тому, что мы не позволим память о войне, историческую правду о войне перечеркивать и марать черной краской. И то, что мы сегодня видим в некоторых ближайших в Беларуси странах-соседях, демонтируются памятники войну-освободителю от немецкого ИГа в угоду сиюминутной политической конъюнктуры, и в том числе решению экономических задач. Это очень горько воспринимается, да, слышать такие новости, к сожалению. Я хочу заверить, что это все-таки временное, оно должно уйти, потому что история на этом живет, ее трудно переписывать, кому бы ты этого не хотелось, потому что правда историческая, она все равно победит. Не сегодня так завтра. Будем в это надеяться. Спасибо большое, очень приятно, что вы пришли к нам в студию, очень приятно было вас увидеть, услышать. И мы готовимся к нашему следующему интервью, ждем новых гостей и передаем слово студии на Макоменко-Ди.